Сегодня мы рассматривали пример проекта, одобренного Зелёным климатическим фондом. Это проект Улан-Батор по доступному зелёному жилью. Основная идея проекта составляла в том, чтобы снизить выбросы парниковых газов и минимизировать последствия от изменения климата населению Улан-Батора. Проблема состояла в том, что большая доля населения живёт в юртах и использует неэффективные печки для отопления. Соответственно, Зелёный климатический фонд предоставил доступ к финансированию для того, чтобы жители юрт смогли переехать в жильё, которое имеет доступ к центральным коммуникациям. Соответственно, снижаются выбросы парниковых газов, потому что снижается потребление угля. Неэффективное сжигание угля в печках приводит к большому объёму выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ. Улан-Батор является одним из самых загрязнённых городов в мире и Зелёный климатический фонд предоставил доступ к финансированию для смены парадигмы и снижения выбросов в домохозяйствах. В рамках проекта «Улан-Батор. Доступное зелёное жильё» был создан фонд по финансированию эко-районов и финансированию домохозяйств для перемещения в новые здания. То есть домохозяйством был предоставлен льготный кредит для покупки нового жилья в домах, которые обеспечены коммуникациями. Также в рамках проекта был компонент, связанный с адаптацией к изменению климата. То есть в настоящее время жители были уязвимы по негативным последствиям изменения климата, такими как засухи, буран, наводнения. И, соответственно, в рамках проекта было обеспечено финансирование инфраструктуры для минимизации негативных последствий от изменения климата. К примеру, снижение сейсмических рисков, защитные дамбы, также более адаптированные к негативным последствиям изменения климата методы ведения сельскохозяйства, допустим, строительство теплиц. То есть мы изучали этот проект Улан-Батор для того, чтобы рассмотреть возможность потенциального проекта для Казахстана, извлечь уроки из данного проекта и получать доступ к финансированию из зеленого климатического фонда, так как у нас в Казахстане около 70% сельского населения используют уголь в печках, что приводит к существенным выбросам парниковых газов, а также загрязняющих веществ. Соответственно, у нас в стране есть большой потенциал для того, чтобы выполнять такие проекты. И Зеленый климатический фонд мог бы служить такой платформой для создания финансового инструмента для поддержки особенно наиболее уязвимых и бедных слоев населения, чтобы они могли использовать более чистые виды энергии для отопления помещений. Сейчас все задаются вопросом, как решить проблему смога в городах Казахстана. Есть успешные примеры выполнения проектов. Зеленый климатический фонд финансирует такие проекты, поскольку снижение выбросов парниковых газов чаще всего сопровождается снижением выбросов загрязняющих веществ. К примеру, мы рассмотрели опыт Улан-Батора, где был реализован проект в рамках ЗКФ «Улан-Батор. Зеленое доступное жилье». Продолжение следует...